Внук, по имени Александр, был всегда заинтересован в автомобилях и всем, что связано с ними. Поэтому, когда его дедушка умер и оставил ему свой гараж, Александр был полон ожидания открыть его и увидеть, что там скрывается. С трепетом он вставил ключ в замок и открыл дверь гаража. Но то, что он увидел, просто ошеломило его. В самом центре гаража стояла советская машина Lada 2107, без единого километра пробега и абсолютно новая. Александр не мог поверить своим глазам. Он осмотрел каждую деталь автомобиля блестящий кузов, неподертые сидения, запасное колесо никогда не использовалось. Машина выглядела так, словно только что сошла с конвейера. Он начал задаваться вопросами, как это возможно. Как такая новая машина может просто стоять здесь все эти годы? Почему дед никогда не использовал ее? Александр решил провести расследование. Он приступил к изучению документов, которые нашел в гараже, и обнаружил, что машина была приобретена его дедушкой сразу после выпуска в 1982 году. Однако по непонятным причинам, дед никогда не сел за руль Lada и оставил ее забытой в гараже. Александр решил восстановить этот автомобиль и вернуть ему былую славу. Он нашел специалистов по реставрации и начал процесс оживления Lada 2107. Вместе с командой опытных механиков он проводил дни и ночи, чтобы вернуть этой машине ее первозданный вид. По мере того, как Lada 2107 приходила в себя, Александр чувствовал, что он делает нечто особенное. Эта машина стала символом не только его дедушки, но и времен СССР, эпохи, которая осталась в памяти многих людей. Когда работа была завершена, Lada 2107 сияла новизной и свежестью. Александр прокатился на ней по городу, привлекая внимание прохожих и вызывая улыбки на лицах. Этот опыт показал Александру, что даже старые вещи могут ожить новой жизнью. Он понял, что каждый предмет имеет свою историю и ценность, которую нужно сохранять и уважать. С тех пор Lada 2107 стала не только автомобилем, но и символом семейной памяти. Александр регулярно ухаживает за ней, поддерживая ее в отличном состоянии и передавая эту историю следующим поколениям. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.